Глава вторая. О, Русь! Деревня, где скучал Евгений, была прелестный уголок. Там друг невинных наслаждений благословить бы небо мог. Господский дом уединенный, горой от ветров огражденный, стоял над речкою. Вдали пред ним пестрели и цвели луга и нивы золотые. Мелькали села, здесь и там стада бродили по лугам. И сень расширял густые огромный запущенный сад. Приют задумчивых дряд. Почтенный замок был построен, как замки строиться должны. Отменно прочен и спокоен во вкусе умной старины. Везде высокие покои, в гостиной штофные обои, царей портреты на стенах и печи в пестрых изразцах. Все это ныне обветшало, не знаю права почему. Да, впрочем, другу моему в том нужды было очень мало. За тем, что он равно зевал средь модных и старинных зал. Он в том покое поселился, где деревенский старожил лет сорок с ключницей бронился, в окно смотрел и мух давил. Все было просто. Пол дубовый, два шкафа, стол, диван пуховый. Нигде ни пятнышко чернил. Онегин шкафы отварил. В одном нашел тетрадь расхода, в другом наливок, целый строй, кувшины с яблочной водой и календарь осьмого года. Старик, имея много дел, в иные книги не глядел. Один среди своих владений, чтоб только время проводить, сперва задумал наш Евгений порядок новый, учредить. В своей глуши мудрец пустынный и рем он барщиной старинной оброком легким заменил и раб судьбу благословил. Зато в углу своем надулся, увидев в этом страшный вред его расчетливый сосед. Другой лукавый улыбнулся и в голос все решили так, что он опаснейший чудак. Сначала все к нему езжали. Но так как с заднего крыльца обыкновенно подавали ему донского жеребца, лишь только вдоль большой дороги заслышат их домашние дроги, поступком оскорбясь таким, все дружбы прекратили с ним. Сосед наш неуч, с ума сбродит, он формазон, он пьет одно стаканом красное вино, он дамам к ручке не подходит, все да и нет, не скажет да-с или нет-с, таков был общий глаз. В свою деревню в ту же пору помещик новый прискакал и столь же строгому разбору в соседстве повод подавал. По имени Владимир Ленской, с душою прямо Геттингенской, Красавец в полном цвете лет, поклонник Канта и поэт, он из Германии туманной привез учености плоды, вольнолюбивые мечты, дух пылкий и довольно странный, всегда восторженную речь и кудри черные до плеч. От хладного разврата света еще увянуть не успев, его душа была согрета приветом друга, лаской дев, он сердцем милый был невежда, его лелеяла надежда, и мира новый блеск и шум еще пленяли юный ум. Он забавлял мечтою сладкой сомнение сердца своего. Цель жизни нашей для него была заманчивой загадкой. Над ней он голову ломал и чудеса подозревал. Он верил, что душа родная соединиться с ним должна, что безотрадно изнывая его вседневно ждет она. Он верил, что друзья готовы за честь его принять оковы и что не дрогнет их рука разбить сосуд клеветника, что есть избранные судьбами людей священные друзья, что их бессмертная семья неотразимыми лучами когда-нибудь нас озарит и мир блаженством одарит. Негодование, сожаление, ко благу чистая любовь и славы сладкое мученье в нем рано волновали кровь. Он с лирой странствовал на свете, под небом Шиллера и Гети, их поэтическим огнем душа воспламенилась в нем, и мус возвышенных искусства счастливец он не постыдил. Он в песнях гордо сохранил всегда возвышенные чувства, порывы девственной мечты и прелесть важной простоты. Он пел любовь, любви послушной, и песня его была ясна, как мысли девы простодушной, как сон младенца, как луна в пустынях неба безмятежных, богиня тайн и вздохов нежных. Он пел разлуку и печаль, и нечто, и туман-нудаль, и романтические розы. Он пел те дальние страны, где долго в лоно тишины лились его живые слезы. Он пел поблеклый жизни цвет. Без малого восьмнадцать лет. В пустыне, где один Евгений мог оценить его дары, господ соседственных селений ему не нравились пиры. Бежал он их беседы шумной, их разговор благоразумный о сенокосе, о вине, о псарне, о своей родне, конечно, не блистал ни чувством, ни поэтическим огнем, ни остротой, ни умом, ни общежитии, искусством. Но разговор их милых жен гораздо меньше был умен. Богат, хорош собою, Ленский везде был принят, как жених. Таков обычай деревенский. Все дочек прочили своих за полурусского соседа. Взойдет ли он, тотчас беседа заводит словно стороной, о скуке жизни холостой Зовут соседа к самовару, а Дуня разливает чай и шепчет, Дуня, прими чай. Потом приносит и гитару, и запищит она, бог мой, приди в чертог ко мне золотой. Но Ленский, не имев, конечно, охоты узы брака несть, с Онегиным желал сердечно знакомства, покороче, свести. Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, лед и пламень не столь различны меж собой. Сперва взаимной разнотой они и друг друга были скучны, потом понравились, потом съезжались каждый день верхом и скоро стали неразлучны. Так люди, первый, каюсь я, отделать нечего, друзья. Но дружбы нет и той меж нами. Все предрассудки истребя мы почитаем всех нулями, а единицами себя. Мы все глядим в Наполеоны. Двуногих тварей миллионы для нас орудие одно. Нам чувство дико и смешно, сноснее многих был Евгений. Хотя он людей, конечно, знал и вообще их презирал, но правил нет, без исключений. Иных он очень отличал и в чуже чувства уважал. Он слушал Ленского с улыбкой. Поэта пылкий разговор и ум, еще в суждениях зыбкой, и вечно вдохновенный взор, Онегину все было нового. Он охладительное слово в устах старался удержать и думал глупо мне мешать его минутному блаженству. И без меня пора придет, пускай, пока мест он живет, доверит мира совершенству. Простим горячки юных лет и юный жар, и юный бред. Межими все рождало споры и к размышлению влекло. Племен минувших договоры, плоды наук, добро и зло, и предрассудки вековые, и гроба, тайны роковые, судьба и жизнь в свою череду все подвергалось их суду. Поэт в жару своих суждений читал, забывшись между тем отрывки северных поэм и снисходительный Евгений, хоть их немного понимал, прилежно юноши внимал. Но чаще занимали страсти умы пустынников моих. Ушед от их мятежной власти, Онегин говорил об них с невольным вздохом сожаления. Блажен, кто ведал их волнение и, наконец, от них отстал. Блаженней тот, кто их не знал, кто охлаждал любовь разлукой, вражду злословием, порой зевал с друзьями, с женой, ревнивой, не тревожи с мукой, и дедов верный капитал коварной двойке не вверял. Когда прибегнем мы под знамя благоразумной тишины, когда страстей угаснет пламя, и нам становятся смешны их своевольства иль порывы, и запоздалые отзывы, смиренные, не без труда, мы любим слушать иногда страстей чужих язык мятежный, и нам он сердце шевелит. Так точно старый инвалид охотно клонит слух прилежный рассказам юных усачей, забытый в хижине своей. Зато и пламенная младость не может ничего скрывать. Вражду, любовь, печаль и радость она готова разболтать. В любви считаясь инвалидом, Онегин слушал с важным видом, как сердце исповедь любя поэт высказывал себя. Свою доверчивую совесть он простодушно обнажал. Евгений без труда узнал его любви и младую повесть, обильный чувствами рассказ, давно не новыми для нас. Ах, он любил, как в наше лето уже не любят. Как одна безумная душа поэта еще любить осуждена. Всегда, везде одно мечтание, одно привычное желание, одна привычная печаль. Ни охлаждающая даль, ни долгие лета разлуки, ни музам данные часы, ни чужеземные красы, ни шум веселья, ни науки души не изменили в нем, согретый девственным огнем. Чуть отрок Ольгою плененной, сердечных мук еще не знав, он был свидетель умиленной ее младенческих забав. В тени хранительной дубравы он разделял ее забавы, и детям прочили венцы, друзья соседей их отцы. В глуши под сенью смиренной невинной прелести полна в глазах родителей она цвела, как ландыш потаенный, незнаемый, в траве глухой ни мотыльками, ни пчелой. Она поэту подарила младых восторгов первый сон, и мысль об ней одушевила его цивницей первый стон. Простите, игры золотые, он рощи полюбил густые, уединение, тишину, и ночь, и звезды, и луну, луну, небесную лампаду, которой посвящали мы прогулки средь вечерней тьмы и слезы тайных мук от раду, но нынче видим только в ней замену тусклых фонарей. Всегда скромна, всегда послушна, всегда как утро весела, как жизнь поэта простодушна, как поцелуй любви мила, глаза как небо голубые, улыбка, локоны льняные, движения, голос, легкий стан, все в Ольге. Но любой роман возьмите и найдете верный ее портрет, он очень мил. Я прежде сам его любил, но надоел он мне безмерно. Позвольте мне, читатель мой, заняться старшей сестрой.